Метан-11, примите заявку. Запах газа в подъезде по адресу. У вас Брест. Вперед, впереди, заводской, том 5. Как приняли? Вас понял, выезжаем на заявку. Вот так в рамках акции совместно с сотрудниками МЧС машина Брест-Газ выезжает по адресу. По истории в Тамбре квартир пахнет газом. Спустя пару минут после вызова бригада уже в салоне машины. В ее грузовом отсеке необходимы для работы инструменты, оборудование. Их немало. Все в порядке и лежит на своих местах. Практика показывает, что большая часть аварийных вызовов, пожаров и несчастных случаев отравления угарным газом связана не только с прямым нарушением правил пользования газом в быту, но и самовольной заменой, установкой и обслуживанием газового оборудования, газовых колонок, котлов и плит. Причины пожаров различные. В основном, основной причиной является неосторожное обращение с огнем и аварийные режимы работы электрооборудования. В текущем году в жилищном фонде города произошло 4 случая загорания на людях одежды в результате эксплуатации, при эксплуатации бытовых газовых плит. Три человека в таких случаях травмированы, один, к сожалению, погиб. В преддверии нового года работниками МЧС, совместно с представителями Брест-Газ проводится профилактическая работа в жилищном фонде граждан, в рамках которой разъясняются основные требования правил пользования газом в быту, соблюдение правил пожарной безопасности, в том числе недопустимости хранения легко воспламеняющихся жидкостей и емкостей из-под них в жилищном фонде. Не секрет, что многие жители пользуются газовыми плитами, отопительными котлами и колонками. На обслуживание предприятия Брест-Газ в городе Бресте числится немало единиц этого оборудования. Все оно подлежит техобслуживанию. Это обязательная, предусмотренная законодательством процедура. Наша основная работа по профилактике пожаров и несчастных случаев в жилом фонде заключается в системной нашей ежедневной постоянной работе по обслуживанию внутренних систем газоснабжения и газового оборудования. По отопительному газовому оборудованию и по отогрейному газовому оборудованию мы попадаем в квартиры жилецов ежегодно, проводим свои регламентные работы, обслуживаем. По газовым плитам мы попадаем, согласно графиков, раз в 10 лет, согласованные с собственниками жилых домов сроки. Наша съемочная группа вместе с мастером Брест-Газа и сотрудником МЧС заходит в одну из квартир по адресу переулок Заводской, дом 5. Специалисты проверяют газовую плиту на исправность, хотя в работе с ней проблем не наблюдалось. Никаких утечек на кранах, на плите ничего не обнаружено. Можете спокойно пользоваться газовой плитой. Если у вас какие-то возникнут вопросы в будущем, с любого телефона вы можете позвонить на номер телефона 104 в аварийную газовую службу. Мы приедем, всегда поможем. Спасибо большое. Готовить, как все хозяйки готовлю, конечно, это естественно. С моей плитой проблем никаких не было никогда. Когда, слава богу, как говорится, обслуживают нас стабильно, регулярно. Я как посмотрю новости, когда взрываются дома, не дай бог. Это очень важно просмотреть, чтобы не было нигде ничего. Никаких неисправностей нет и по другому адресу. Специалист Брест-Газа совместно с сотрудниками МЧС и здесь производит все необходимые манипуляции. Внешний осмотр газового оборудования, проверку на самовольное подключение и на соответствие плиты, установленной в квартире. С помощью специального прибора осматривается плита, счетчик, сварные соединения на возможную утечку газа. Вот как приходили ребята, я не помню, вот когда, посмотрели, говорят, нет, у вас еще срок для пользования этой. И все. Она у меня с шестого года. То есть к вам уже приходили, уже проверяли? Не один раз, конечно. И внизу у нас соединение подсчетчик. Главное правило, которое должен знать каждый. В пожарной безопасности мелочей не бывает. Любая халатность или неисправность могут в считанные минуты обернуться трагедией. А потому, если вы вдруг почувствовали запах газа, незамедлительно наберите по номеру 104 или 101.